Да давай в скороварку полезай уже. До свидания, Катаня. Настала ночь. С ней пришел ветер. Ветер потихонечку дует 25-30. Мы идем 5,6-5,5 узлов. И нога до 6. Достаточно комфортный бэддвин. Конечно же, вифы взяты. Конечно же, не видно парус, как обычно, хотя луна сегодня светит. А может быть, кстати, и видно. Посмотрим на монтаже. В общем, вот так вот и идем. Даже не знаю, теперь что делать. Сдавать вахту, не сдавать или всем вместе быть. Потому что это, в общем-то, мы на границе ветра. А ветер будет миль через 5-7. То есть, через часок. Вот, как-то так. Снимать больше нечего, потому что, точнее, есть что, но ничего не видно. Поэтому снимаем приборы. Скорость, ветер, глубина, курс. Глубина, альтеровность, надо. Но это для тех, кто интересовался. Потому что глубина у нас 2 километра, конечно. Но никак не 43 фута. Но вот, примерно так и идем, как можем. Крепимся. Посмотрим, как поживает наш воробей. Он вышел на прогулку. Сейчас он полетает, призвится. И вернется с новой весточкой. Нашего попугая мы кормили. Он подрос. Класс. Да давай, в скороварку полезай уже. Наш воробушек подрос немножечко. После полетов на берег. Перекусил червячков. И вот сейчас вернулся к нам уже выросший, возмужавший. Интересно. В следующий раз, наверное, еще больше будет. Вот так вот выглядят черепахи в природе. Они были маленькие такие. Козявочка. Малюсик. Ой, поплала. От нас. О! Она нашла. Нет, она долго не уйдет. Они так все делают. Вот, все вышло. Ой, рыбка рядом с ней. Под ней она жила, видимо. Рыбку у нее, видишь, прилипало. Итак, подходим к миссинам. Готовимся к продувке. Очень четко видно, как начинается ветер из миссинского пролива. То есть вот эта вот материковая часть Италии заворачивает. И там вдалеке уже у нас с вами видна Сицилия. Да? Старший помощник вам. Вот, смотрите, как это выглядит. На этой карте вот она вот. Носик Италии, вот она Сицилия. Город катания, в который мы идем. Осталось нам каких-то, сколько, 45-50 миль. Ветер уже 14 набирает и сейчас он наберет полную силу и мы до конца отключим двигатель. Солнце красно по утру, моряку не по нутру. Проверим эту поговорочку. Ну, что-то как-то и правда теперь не по нутру. Все-таки там красная зона сейчас по прогнозу в Мессинах. Хотя смотришь и что-то не видно никакой продувочки. Ладно. Ветра пока недостаточно. Без мотора идем вообще три узла с полторой. До четырех сейчас будем разгоняться. Тысяча с небольшим оборотом полторы тысячи. Так будем держать, чтобы была и скорость. Расход поменьше и потише. Ну что же, солнышко встает уже вовсю. Вот такие виды, когда на яхте просыпаешься, заступаешь на утреннюю вахту, то награждаешься таким вот интересным, сказочным, можно сказать, видом красным солнцем. сейчас, если тунец клюнет, все, тогда гарантия шторма. Красное солнце и тунец это сочетание такое. Сразу как клюет, сразу убираю парус, рифлю его в половинку. Сейчас у нас вот так такая идет связка. Половинка грота, полный стаксель. Что-то колдунчики у нас перестали работать, надо поднабить то галфинг, то 60. Конечно, как-то отрегулируешь, под какой ветер. Вообще непонятно. Итак, миссинский ветер вступает в силу. Тут на камеру не видно. Вот штилевая полоса, с которой мы вышли. И сейчас потихонечку ветер набирает обороты. Грот я отдал побольше. вот стакселечек наш новенький практически выставлен под нужный ветер. Плюс-минус заискивание. Мы уже не тримем туда-сюда, мы же круизеры. Вот, что касаемо ветра, у нас сейчас до 15 уже. Скорость набираем потихоньку. И сейчас, сейчас заходим в центр. Ну, здесь красная зона, по прогнозу, до 30 узлов. Судя по визуальным наблюдениям, ее нет, и это не может не радовать. Лучше идти там на узел медленней, скажем, чем обосрамшись. Вот так. Ну, если что будет, достану камеру, сниму. Сейчас вот уже видно очертания. Очертания Сицилия, вулкана Этны. Вот вулкан Этна. Он немножечко дымит. Он с этим, как его звать-то, со снегом. Вот снег, дым, Этна работает. И мы идем чуть-чуть вот левее Этны, прямо под этот вулкан. Идем в катание. Катание мы уже бывали. Расчетное время прибытия часиков пять-шесть вечера. Не знаю, будем ли что-то снимать. Наверное, нет. Сегодня крайний день нашего гостя у Ирины. Сегодня она будет готовиться уезжать. Ну, что же. Большие перегоны тоже интересный опыт, я полагаю. Хотя, конечно, хотелось бы подзадержаться и в Лелке сделать, навестить остановочку, так сказать, Кутро, Кратоне, кто как знает этот город, каким названием. Хотелось посетить, может быть, Ля Рочеллу. Ну, зато пойдем в катание, в которое не планировали, планировали вообще-то в Сиракузы. Ну, пойдем в катание. Вот так вот, ребяточки, подписывайтесь на канал и будет больше парусных моментов в вашей жизни благодаря нашей камере. Заходите, не забывайте в Facebook, там уже ребята все в курсе, как мы дошли до катания, а вы только смотрите эти кадры неделю, а то и две недели спустя. Ну, что, еще будут включения. Так, ветер потихонечку набирает обороты. Уже 20 21, скорость тоже близится к 5. Вот так вот наш парус новенький работает. Немножечко приходится поднабить, отпустить. Грот у нас чуть-чуть перетравлен, чтобы меньше приводило, хотя приводит тоже, судя по всему, там 2-3 градуса надо штурвал придерживать пилоту. Ну, что ж, ничего не поделать. совсем убирать его тоже неохота. Скорость нормальная, ветер умеренный. Барашки появляются, но редкие, то есть, по идее, там, ну, 30 может дунуть, 30, в принципе, нормально. В одиночку можно справиться, никого не будить. Вот так вот идем потихоньку. Остается каких-то 34 мили, то есть, совсем немножко для того, чтобы мы уже пришли на место. Одну удочку я убрал, мало ли, что не путалось. И вот еще наша тунцеловочка. Жаль, жаль, что первый жатунец у нас сорвался. Что ж такое, Ну, ничего страшного. Будет еще. Все окей. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон»